Бисмиллах, хамду лиллах, салату ас-саламу аля Расуллиллах, ва аля аля ас-салави руману аля маба'р. Продолжаем разбор вопросов, которые касаются главы Аль-Хула, то есть разрыва брака между мужем и женой за возмещение со стороны жены в сторону мужа. Первый сегодняшний вопрос. Если жена человека ушла от него на основании Хула, то может ли он ее после этого вернуть или не может? То есть так, как если бы он ее развел, смотри, если человек разведет свою жену, может ли он ее вернуть, пока она находится в сроке ожидания или нет? Говорим, да, может это сделать. А вот здесь жена от него ушла не на основании развода от него, а на основании Хула, то есть отдав ему выкуп и возмещение. Может ли он ее вернуть или нет? Говорит Ибн Кудама в своей книге о Мухни. Говорит, не является действительным, если жена ушла на основании Хула, возврат, то есть он ее вернуть не может. При этом без разницы, скажем ли мы, что Хула является разрывом брака или все-таки является разводом? Почему? Потому что те, которые считают Хула разводом, говорят, что он является каким разводом? Окончательным разводом. То есть то же самое, соглашаются с тем, что муж уже вернуть свою жену, бывшую, не может. Говорит Ибн Кудама, и это мнение большинства ученых. Из них, Аль-Хасан и Басри, Аль-Жатай ибн Абирабах, Таус, Ан-Нахаи, Суфьян и Саури, Алю-Заи, Иман-Малик, Аль-Шафаи и Исхар. Это первое мнение в вопросе. И передается от Аз-Зуфри, а также от Саида ибн Мусайеба, То, что оба они сказали, Муж имеет право выбора, либо отдать ей обратно его выкуп и вернуть ее, либо оставить у себя выкуп, и тогда уже вернуть ее не может. Это второе мнение в этом вопросе. И третье мнение в этом вопросе, это мнение Абусаура, который сказал, Если хуля произошел словом тала, то есть словом развод, то он имеет право вернуть свою жену обратно. Потому что возврат является одним из прав развода. И это право у человека не теряется тем, что ему был дан выкуп или возмещение. Так же, как если человек освобождает раба, то он имеет право на хуля. То есть, если этот раб, который теперь стал свободным, заработает какой-то имуществе и скончается, у него не будет никаких родственников, кроме вот этого вот освободившего, то этот освободивший забирает его наследство. Говорит Ибн Кудама, отвечая на все эти неправильные мнения. Говорит за нас в этом вопросе, а какое мнение у Ибн Кудама в этом вопросе? Мнение большинства, то что человек, если от него жена ушла на основание хуля, вернуть уже свою жену не может. Говорит за нас слова Всевышнего Аллаха, то есть нет на ней греха, если она выкупит себя. Иcrates говорит, и выкуп бывает только в том случае, если посредством него человек уходит из подвласти другого человека, то есть кому он отдал выкуп, то есть как мы сказали, как пленный человек. То есть если человек находится в плену и отдаст тому, кто его держит в плену, выкуп за себя и уйдет. Нельзя же сказать, что кто его держал в плену может обратно его вернуть и сказать, нет, надо забили свои деньги, я тебя обратно забираю. Или говорит, что я забрал твои деньги, еще тебя обратно вернул в плен. Нет, такого, говорит, не пойдет. То же самое относительно женщины. Видишь, говорит, если бы он имел право ее вернуть, то получается, какой смысл от ее выкупа? Получалось бы, что она ничего не выкупила в данном случае, не ушла от него. Говорит, и так же, потому что цель от холь'а, то, что от женщины удаляется вред. А если бы он ее мог вернуть, то какой бы толк от этого был, то есть он бы мог вернуть ей обратно, этот вред получается. Но этот вопрос, то есть, где Абу-Саур сравнил его с вала, сказал так же, как человек, если освобождает раба, все равно имеет право на его наследство. То же самое здесь. Если человек взял что-либо в качестве выкупа от женщины, все равно имеет право на ее возврат, говорит, это ведь аналогия не является верной. Потому что айтк, то есть освобождение раба, и право на наследство от него, две вещи, которые от друг друга уйти не могут. То есть это две взаимосвязанные накрепко вещи. А развод может быть и без возврата. То есть Абу-Саур же говорит, если холя был дан словом развод, то он может вернуть. Потому что возвращение из прав развода, говорит, ну куда мы, не обязательно. То есть они за каждым разводом следуют праву на возврат. Говорит, как если бы он ее развел до того, как у них произошла половая близость. Имел бы он право ее вернуть или нет? Нет, говорит, не имел бы на это права. И то же самое, если бы она уже вышла из срока ожидания. Он же не имеет ее права вернуть. Да, то же самое говорит здесь. Понятно или нет? Значит, палат с возвратом, это не то же самое, что освобождение раба с правом на его наследство. Так, значит, правильное мнение в нашем вопросе какое? Если жена человека ушла от него на основании хол-а, то он уже не имеет права ее вернуть. Так, а может ли он жениться на ней? Говорим, да, может на ней жениться, если она даст свое согласие. То есть новый брак они заключить могут на основании нового махра, нового ее согласия, опекуна и тому подобное. То есть все условия никаха, которые озвучивались раньше или ранее по нашей книге. Это разрешается. Далее следующий вопрос.